Привет, друзья! Вот я написал уже Син, а теперь кто уже у меня на ютубе подписан и смотрит наши ролики и читает мои книги и наши бесплатные ликбезы смотрят. Кстати говоря, вот сейчас будет объявление прикреплено, посмотрите в комменте, бесплатный ликбез, выходите там в зум, задавайте вопросы, получите развернутые ответы. Сейчас я написал Син, а теперь напишу Син, Хро, Син, Хро, гимнастика. Это не просто физкультура, это вообще новое направление, Син, Хро, гимнастика. Чем отличается от обычной гимнастики, физкультуры и всех других методов мира, которые направлены на оздоровление и развитие личности человека? Чем отличается синхро-гимнастика по методу саморегуляции ключиков, которая уже и в учебниках по физкультуре? Ну, это был 2005 год, на самом деле в 2019 году уже с картинками у профессора Матвеева Анатолия Петровича, моего уважаемого, дорогого специалиста, мощного. Ну, так вот, чем отличается от тем, что здесь впервые в мире? Десятый, одиннадцатый класс, представляете себе? Вот, допустим, у вас задача, чтобы они были здоровы и чтобы они были развиты. Ну, что вы им будете предлагать для этого? Если они сейчас на дистанции часто бывают, если они в большом нервном напряжении, есть и с родителями напряжёнка, или там ещё улица какая-то непонятная. Ну, в общем, что вы предлагаете для этого? А синхро-гимнастика – это… Вы представляете, что это такое? Вы, наверное, когда-то замечали, когда вы занимаетесь каким-то делом, ну, например, в детстве прыгали-бегали, там, или девочки куклу качали, или там на качелях качались, или там холохоп крутили, или ещё что-нибудь. Были какие-то действия, которые так совпадали с вашим текущим состоянием, что сразу снимали стресс, и вы чувствовали там себя легко, свободно, счастливо. Это как вот у Ивана Николаевича Толстого, Вани Карениня, Лёвин, когда косил лук, в какой-то момент он входил в ритм, и в этот момент все проблемы уходили, и Лев Николаевич Толстой, наш великий писатель и наблюдатель, написал тогда о том, что он в эти моменты чувствовал себя счастливым, и время у него происходило по-другому. Да-да-да, это очень интересный момент, когда действия совпадают с состоянием. Синхрогимнастика – это значит подбор действий путём перебора с поиском именно того действия, которое синхронно с текущим состоянием, лично в вашем. Да, а вот сам процесс подбора путём перебора, по методу ключ, развивает мышление, творческий подход ко всем делам, ко всем вопросам. Разве это не удивительно? Но раньше этого не было. Поэтому это сейчас, в 21 веке, этого не было в йоге, этого не было ни в медитации, ни в других методах никаких. Об этом интуитивно писали, что всё надо делать индивидуально. Та же лечебная физкультура. А на практике говорили, делай как я, или делай как он, и давали шаблон. А это как раз-таки новый подход к обучению, к восстановлению, к оздоровлению и к изобретательству. Потому что в этот момент развивается, ну, так говорят, креативность работы мозга. Потому что ты ищешь путём перебора именно по критерию индивидуального соответствия синхронного с текущим состоянием. А этот критерий такой простой, такой очаровательный, такой простой, что до него даже поэтому и додуматься было трудно. Это значит по критерию максимальной простоты и комфортности. Если ты пытаешься делать в поиске те упражнения, которые ты можешь делать самым комфортным для себя образом, не затрачивая никаких сил и энергии, значит, ты идёшь правильным путём. Ты идёшь к себе. Ну, это надо знать. Технология, там я на Ютубе много роликов этому посвящаю. Посмотрите бесплатные ликбезы, несколько штук подряд. Там много людей выходят, делятся опытом. И прямо на глазах видно, как они меняются, снимают стрессы, страхи, боли. Какие они становятся обаятельными, раскрепощёнными. Это вы всё увидите. Я тоже это применяю. Если бы я не пострадал в своё время очень сильно, со своей шеей не упал на гололёдье, если бы я не пострадал очень сильно от переутомления, летая по командировкам, если бы я вообще не пострадал очень сильно, ночами не спавши, когда летал, помогал, выводил людей из шокового стресса после терактов, там, в разных городах, и учил этому психологов МЧС, и военных психологов, и психологов Минобразования. Если бы я всего этого не делал, если бы я плохо себя потом не почувствовал, я бы этого не придумал, чтобы за секунды, за минуты можно было бы приводить себя в творческое состояние, а не зацикливаться на своих проблемах или организма, или душевных проблемах, чтобы, вопреки всем обстоятельствам, можно сохранять ясность ума, уверенность в себе, создавать контенты, новые идеи, генерировать радость, чувство радости в жизни, самого факта жизни, несмотря ни на что. Это удивительная штука, и это даёт синхрогимнастика. Это новый подход. Это обходит все вопросы, связанные с тем, а вы психолог или нет? Да, конечно, я профессиональный психолог, я же ещё ведущим психологом, научным ведущим научным сотрудником был психологического института РАО. Я ещё врач, я заслуженный врач республики и так далее, и так далее. То есть вопрос не в этом, а дело в том, что это обходит все направления, потому что это идёт по некой сквозной линии, в котором объединяются все эти направления синергетические, и это вухот на новый уровень понимания. ещё раз повторяю, это не шаблон, который вам предлагается, делай вот так, и повторяй, пока не получится. Это новый подход. И дети его быстро осваивают. Интересно, это очень интересно. Вместе с детьми их осваивают родители, педагоги. Очень хорошо даже об этом написано. в 96-м году я выпустил книжку, тогда ещё раз повторю. Здесь дети, видите, делают упражнения. А это упражнения левитации. А здесь было три рецензента, которые подписывали книгу «Сощита от стресса» или «Как сохранить и реализовать себя в современных условиях», которые всегда современны, потому что это уже классика. Директор Института Сербского, академик Морозов, директор Института философии, да, ну, академик Степин, и академик космонавтики, профессор Собродин. Они знали этот метод, очень меня уважали, несмотря на то, что я гораздо был моложе всех, ну, и при этом вот рекомендовали всем. Вот это синхрогимнастика сегодня. Там и механические приёмы, и приёмы, и демоторные. И когда человек перебирает то механические движения, то и демоторные, когда он делает этот процесс по перемену напряжения и расслабления, у него и происходит развитие творческого сознания. Это очень интересно, и одновременно с этим улучшение здоровья. мозга. А вот теперь посмотрите. Если человек, например, находится под доминантой каких-то напряжений, каких-то стрессов, переживаний, переживаний, я вам сейчас, как я в прошлый раз рассказывал о модели работы мозга, расскажу, что в мозге при этом происходит. Вы посмотрите, кто не видел, посмотрите прошлый ролик модели работы мозга. И вот там я рассказывал, как две половины мозга между собой взаимодействуют с четыре агрегатных состояния и одно промежуточное переходное между ними нулевое, ноль, когда нет доминанта, и поэтому этот, как говорится, узловая станция, через которую можно переходить из бодрствования в транс или из транса в бодрствование, что мы сейчас и покажем, как делается и как переходить из бодрствования в сон и наоборот и солнце остановить. Ну, там четыре агрегатных состояния и в каждом состоянии. Почему агрегатные? Потому что это не оттенки состояний, а агрегатные базовые, как смена времен года, осень, например. Ну, погода в осени разная бывает, то же самое, но главное осень, зима, весна, лето. Ну, они вода, пар, лед. Ну, вот теперь посмотрите. Значит, если вы находитесь под впечатлением каких-то событий, вот у вас доминанта, ваш мозг энергию всю направляет на его поддержание. Вот. Ну, это все равно она вот такая мощная, вы ни о чем думать больше не можете, ни на что внимания обращаете, вы в событии. Или вы там в неприятном событии, допустим, утрата, или там дом взорвался, или деньги ищите, вы в событии, или влюбились. Не зависит от того, от содержания. Я сейчас не о содержании говорю, я говорю, что одна доминанта, вот мозг питает эту доминанту. а вы хотите, допустим, думать о другом. Тогда вы должны создать конкурирующую доминанту каким-то действием. Например, если вы будете стоять и вот так вот делать, шалтай-болтай, то по себе вы входите в автоматизм и по себе она вырабатывается другая доминанта вот этого автоматического повторения этих действий и напряжение падает. Потому что вы вошли в синхронизацию. Действия делайте без усилия, с максимальной комфортностью. Легко. Это критерий. Не подходит, делайте другое, например, лыжника. Не подходит, делайте третье. Или, например, сочетайте с идеомоторными приемами. Ну и так далее, и так далее. Это отдельно техника, потом рассказывали. Там на ликбезах и на вебинарах. Теперь делаем вторую доминанту создали, и она начинает взаимодействовать, конкурировать с этой предыдущей. И поэтому мозг распределяет уже энергию на две доминанты. И этот доминант обесточивается. То есть напряжение падает. То есть если вы были удручены чем-то, то постепенно вы замечаете, что вы к этому относитесь спокойнее. напряжение. А вот если вы берете и учитываете при этом высокий уровень своего напряжения, то естественно шалтай-болтай для вас будет происходить с бешеней скоростью. Чтобы резонанс был с действием, которое совпадает с текущим состоянием. А лучше еще просто потрястись. Вы потряслись, потряслись, как будто на коне скачете и у вас напряжение падает. Напряжение падает. И теперь в эту образовавшуюся как бы пустоту можно какую-то речевку положить. Например, если вы будете трястись и при этом говорить я здоровый, я здоровый, я здоровый, я здоровый, вы потом будете ходить сюда доминанты. То вы ту доминанту убрали за счет действия синхронного с текущим состоянием сбросили вот это вот наваждение, которое было, освободились и на это пустое место положили вот это то, что вы хотите. А если это вам положит кто-то иной, то он вами манипулирует. Например, я говорил уже, всех тряшунов, подростки тряшутся, получают голодное сложение, потому что напряжение быстро падает. И они думают, что это делает руководитель секции и начинает там тащить из дома всю ему, понимаете? Может быть, это пропаганда телевизионная, может быть, это книга прочитанная, может быть, это друг вам сказал, вот вы трясетесь, 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 и все. Вы знаете, кто-то проезжал из Америки, у нас все по 10-30 тысяч платили, ходили там учиться психологическому подходу жизни, и он там так энергично всем рассказывал, они все удивлялись, какая энергия у человека мощная, а, конечно, он перед тем, как выскочить на сцену, он там трясся, да, у него такая платформочка была, он на ней трясся, так вот, если вы трясетесь, у вас возникает синхронизация, снимаются все лишние напряжения, и теперь туда можно положить то, что вы хотите, поэтому, например, если вы трясетесь и сами кладете, то у вас получится установка, на этом фоне она трансформируется в психофизиологическую доминанту, и потом вы ею руководитесь в своих состояниях и в своем поведении, а если кто-то это делает, значит, так вот, мне написали после одного ролика, вы знаете, я, говорят, вчера была, говорит, на телеске, ну, то есть, там семинар был по телесной психотерапии, и там все это показывали упражнения, ну, говорит, оснащали их там всякой такой эзотерикой, а когда я посмотрел ваши ролики, у меня все пазлы стали на место, а я и написал, ну, конечно, потому что 50 лет анализа различных существующих методов в мире, выявления среди них, внутренних, рационального зерна, с добавлением моего личного опыта, который работал в поведении из острого стресса людей после терактов в Беслане, в других городах, все в совокупности, и преподнесение этого, простым доступным языком для каждого, конечно, все пазлы станут на место, и об этом мне пишут уже много лет ежегодно, я этому очень рад, и теперь я хочу вам сказать, вот мне там написали, ой, я ищу книжку, а вот она, написали, что после ролика о том, как устроен мозг, работа мозга, как устроена, там написали, что все пазлы сложились тоже, но в каком отношении, что там, значит, произошел инсайт, который как бы раскрыл понимание, что не только в человеческом мозге это происходит, у человека, но и в социуме это происходит, по этим закономерностям, как эти четыре агрегатных состояния меняются в жизни деятельности человека, что он живет в этих четырех состояниях и в нулевом переходном между ними, и он, Дмитрий, написал мне, как в социуме это происходит, у него такое озарение, я ему очень благодарен, я сделал этот ролик прошлый и поблагодарил Дмитрий, я еще раз благодарю, но я хочу сказать, вот это озарение, которое у него произошло, вот это озарение, это национальная идея России и генератор будущего, тоже из половин мозга, как они взаимодействуют, я создал эту национальную идею России как генератор будущего, а Федор у нас Макаров был главным редактором этой книжки, мы выпустили ее, я там напишу, где мы ее выпустили, кто хочет посмотрите, кто не хочет не читайте, потому что она там уже висит несколько лет, мало кто ее читает, но кто читает, сразу пишет в восторге потрясающие, ну другим просто времени нет, не хотят не читать, но здесь это же идея, о чем сказал Дмитрий, что человек, вот это как работает мозг, распространяются эти закономерности, как работает социум, конечно, из этих закономерностей, как работает мозг, можно понять, что будет завтра, потому что также можно понять, почему вчера так было, вот о чем речь идет, что мы все люди и поэтому если мы заинтересованы сосредотачиваться, глубоко проникать в какую-то мысль, в какой-то поиск ответа на вопрос, мы все придем к одним и тем же ответам, потому что мы все одинаковые, потому что при здравом уме мозг у нас работает, у всех одинаково, просто по-разному люди сосредоточены, и в разных направлениях, вот Дмитрий сосредоточился на этом, и я в свое время сосредоточился на этом, и я выдал идею, о которой он говорит, так вот это же интересно, что все мы одинаковые, друзья, поэтому от модели работы мозга, как две половины мозга общаются, а еще есть одна такая интересная особенность, что все мы одинаковые, и в то же время разные, потому что в разных состояниях, доспал ты или не доспал, у тебя одно мироощущение, и одно понимание, поэтому говорят, свет в глазах смотрящего, когда ты в хорошем настроении, тебе все видится по-другому, и когда ты удручен депрессией, все видится по-другому, ключ как раз дает баланс, баланс, чтобы ты без черных очков был, и без розовых, чтобы ты нормально смотрел. Давайте, друзья, что мы сделаем? Выходите на ликбез, объявление будет прикреплено, задавайте там любые вопросы по тому, как снимать страх, как снимать боль, как улучшать сон, как вставать радостным и бодрым, каким путем надо к этому пройти, и как открывать таланты, потому что если вы, чем бы и вы не занимались, как бы вы не были признаны в жизни, если вы не уделяете время, чтобы заниматься любимым делом, у вас накапливается напряжение, и вы потом, не хочу это говорить, но это жизнь такая, сломаетесь, поэтому любимое дело обязательно, иначе у вас будет водка, иначе у вас будет массажист, иначе у вас будут таблетки, любимое дело обязательно надо иметь, потому что оно, я писал синхрогимнастика, оно по этому же принципу, в любимом деле вы делаете именно то, что полностью синхронно вашему состоянию. До встречи, друзья.